Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую гостя студии Азиз Агаев. Азиз Альич, добрый день. Здравствуйте. Сегодня Азиз Альич в роли человека неравнодушного ко многим процессам, явлениям и так далее, в роли директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Вот так. Напоминаю слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашему гостю. Азиз Альич, начну с актуального. Только что на «Ведомостях» прочитал следующую информацию. Американское издание «Wall Street Journal» написало о том, что якобы, не ссылаясь на конкретные источники, о том, что якобы после 2018 года, после очередных президентских выборов, в нашей стране будут подниматься налоги. Во-первых, подоходный налог. Во-вторых, налог на добавленную стоимость. И якобы даже речь идет о том, чтобы сделать подоходный налог прогрессивным. То есть чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Ну, вот пресс-секретарь президента, господин Песков, уже успел опровергнуть эту информацию. Мол, ничего у нас не планируется. Но все-таки, возможно, дыма без огня не бывает, как говорится. Ну, я что скажу. Есть в стратегическом управлении такое понятие, как слабые сигналы, значит, по тем слабым сигналам, которые в той или иной мере исходят там из управляющей системы, в данном случае с правительства России, у меня возникает убежденность того, что вероятность того, что налоги будут увеличены, скажем, больше вероятность, больше, чем не будет. Скорее да, чем нет. И с этим я, ну, наверное, вы дальше хотите спросить, и что, и как вы оцениваете там и так далее. Поэтому извините, что я ваш вопрос сам себе задал. Но вы человек опытный, вы ведущий программы «Союз нерушимый». Да. Вот, и поэтому я бы сказал следующее. Я бы разделил эти два налога. То есть нужно ли повышать? Я думаю, что по определенным налогам я свое мнение высказывал, там и на страницах прессы и так далее, и так далее. Но, значит, что касается НДС. Значит, люди, которые сегодня на территории России думают о том, что НДС нужно увеличивать, это люди, которые хотят нанести вред экономике Российской Федерации. Базовая ставка, напомним, 18%. Сегодня 18, да. Потому что я считаю, что НДС не только нужно снижать, по большому счету НДС нужно отменять. И до сих пор этот налог плохо собирался, до сих пор, значит, этот налог использовался для ухода там различных... Там всевозможные криминальные схемы еще, да? Да, да, да. Понятно, большую часть получали те, кто получал огромные доходы, в том числе и где-то, может быть, и естественные монополии, которые находились под контролем тех или иных там олигархов, там использовались различные схемы и так далее, и так далее. Но НДС — это вредный для экономики налог. Это налог, который угнетающе действует на развитие экономики страны. И поэтому речь тут даже не идет о снижении НДС, речь идет о том, что вообще люди, которые любят свою страну и хотят развития экономики страны, они должны этот НДС отменить. И с таким предложением мы уже неоднократно выступали. Мы это... Ну, торгово-промышленная палата, да. Вы знаете, что я еще и там председатель комитета по инвестиционно-налоговой политике. И, то есть, этот налог угнетающе действует на инвестиции, вот. И, соответственно, толкает людей вот на определенные там действия. Не всегда в правовом поле. Отменять и взамен ничего не... Мы предлагали, значит, налог с продаж уводить. То есть, который полностью заменит, в то же время будет действовать стимулирующий на развитие экономики. Потому что целый ряд вопросов, в том числе и целый ряд усложненных контрольных функций, будет отменен целый ряд расходов, огромное аппаратное выполнение этой контрольной функции. Знаете, что большие деньги потрачены на то, чтобы автоматизировать эту систему контроля. Сначала была там система НДС, АСК НДС-1, АСК НДС-2. Там, и, насколько я помню, эти деньги вообще на кредитные ресурсы. Ну, эти программы были вообще на заемные деньги, под которые еще и проценты платились. Вот нам, видите, вот наши, как любят наши руководители говорить, европейские и западные партнеры, значит, даже дали денег, чтобы мы такую систему внедрили у себя в стране. В то же время у меня возникает вопрос, почему, например, в Соединенных Штатах и в Канаде нет НДС-а. Как вы думаете? Почему нет? Видимо, более умные и, не знаю, что ли, уважительнее относящиеся к бизнесу и понимающиеся к бизнесу. Мы поменялись с вами местами, сейчас я буду вас интервьюировать. Да, вот, Володя, действительно так. Потому что неспроста они рекомендуют вводить эти налоги, значит, другим странам, эти западные, так сказать, партнеры. А, например, у себя и у них нету этого. И мы видим, несмотря на такие огромные долговые нагрузки на экономику Соединенных Штатов, значит, все время у них так или иначе экономика развивается. А у нас уже который год происходит падение темпов развития. И что, ваши предложения по поводу отмены НДС, они где-то там повисли? Ну, я уверен, что, значит, по линии и ВТПП, и с РСПП, там эти предложения доводились до уровня правительства. Ну, я думаю, что их просто откладывали, там, клали под сукно. Теперь, что касается налога на доходы физических. Прогрессивного, да. Да. Значит, смотрите, если разумно к этому подходить, разумно. То есть есть уровень расходов, потому что налог на доходы, он призван. Вот у нас все время, конечно, чиновники и те, кто занимается формированием бюджета, все время и сегодня можно и наших депутатов в Государственной Думе в качестве чиновников рассматривать не иначе, потому что мало кто из них в редких случаях, они думают о развитии экономики. Сейчас они думают, как бы, значит, ну, с моей точки зрения, как бы удружить там правительству и президенту и пополнить, так сказать, бюджет. Если рассматривать налоги, а вообще налоги надо рассматривать не с точки зрения пополнения бюджета, а с точки зрения развития экономики, то налог на доходы, он так или иначе, но очень сильно влияет на наши расходы. Поясните. Ну, то есть если я для того, чтобы купить что-либо, должен большие деньги получить, большие доходы, и если у меня из этих больших доходов, значит, кусок большой государства будет забирать, соответственно, я подумаю, а надо ли мне, значит, делиться с государством или... То есть это в основном относится к кому? К топ-менеджерам, к собственникам там и так далее, и так далее. Посмотрите, значит, государственные корпорации, там тот же Роснефть, там, да, там по 20 миллионов или там поскольку в месяц там члены совета директоров получают, там, поскольку-то десятков миллионов, значит, непосредственно руководитель там Роснефть, ну и другие корпорации, ВТБ, Сбербанк там и так далее, и так далее. Нормальным людям-то это не относится. То есть если установить, например, да, извините за слово. Нормальным людям. Нет, нет, хорошо. Вот, если, значит, установить уровень прогрессивного, то есть начало прогрессивной шкалы, ну, скажем, с уровня миллион в месяц, то я полностью поддерживаю. То есть сегодня человек, получающий миллион в месяц, он может считать себя свободным, обеспеченным там и так далее, и так далее. Да даже поменьше, ну, миллиона, возможно. Окей, то есть это вопрос обсуждаемый. То есть мы можем обсудить и сказать, что там будет полмиллиона, миллион там и так далее, и так далее. И вот с этого момента должна начинаться прогрессивная шкала. И не нужно здесь бояться, что деньги уйдут вот у этих как раз людей деньги уйдут в тень. Да пусть попробуют они уйдут в этой ситуации в тень, когда налоговое государство сегодня контролирует все и вся. Все и вся. То есть все счета, все движения денег там и так далее, и так далее. Если только кому-то не применяются какие-то меры, только потому, что сегодня ну не сказано, чтобы им применялись те или иные меры. Потому что все видно откуда и куда сегодня очень прозрачное движение финансов. То есть все полностью находится под контролем. Поэтому очень разумное предложение ввести прогрессивный налог, налог на доходы. Ну извините, если этот прогрессивный налог будет введен с 15 тысяч в месяц, то я категорически против. Категорически. Даже 100 тысяч в месяц я снова буду категорически против. То есть прогрессивный налог надо вводить на определенную категорию людей. Это примерно 5 процентов там в стране людей. Что называется верхушка. Да, что называется. И пусть они думают, значит, какие они деньги получают, почему и за что вообще. И в следующий раз, значит, те, кто будут устанавливать им такие заработные платы, подумают, что помимо установления заработной платы они еще должны будут государству достаточно большую сумму делить. Например, рубль топ-менеджеру такому, который не заслуживает, с моей точки зрения таких денег. И рубль в бюджет, пожалуйста. Вот тогда будет нормально. А если попробовать погадать по ставкам этого налога на доходы физических лиц. Ну, они же много раз у нас были. Сколько максимум? 13, 20, 35. То есть, ну, я думаю, что больше трети отбирать. Хотя, я знаю страны, где и 50 там, да, 55 там есть. И 70, по-моему, есть. А если там поискать. Ну, я думаю, что, ну, 35 нормально. Треть примерно. Да, да. 35 процентов максимально там. Поэтому вот такое, считаю, предложение я бы поддержал. А что касается, будет или не будет, конечно, будет. Конечно, будет. Потому что те, кто сидят наверху, как бы, у нас страны, они сегодня не умеют прибавлять, они умеют делить. Они умеют делить и вычитать. А прибавлять и умножать, вот, к сожалению, экономический блок правительства сегодня не умеет. Плохо, видимо, учили в школе этих людей. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим особое мнение Азиза Агаева. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Своё особое мнение сегодня в нашей студии высказывает Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании Business Inform. У нас сегодня много запланированных тем, не только это экономика, финансы, налоги и так далее. Вот хочу сейчас... Продлеваем особое мнение еще на час. Да, отвлечься на тему Евровидения. Вы же человек, любящий музыку. Ну, вы же знаете... Вот Евровидение для вас это музыка. Ну и поющий. Ну и поющий. Может, в следующий год на Евровидение мы с вами поедем. А же почему бы? У нас ведь с вами тоже как-то получилось очень хорошо. За нас вступиться должен какой-то, видимо, серьезный продюсер, чтобы нас туда вывезти. Ну и все-таки, да, первое место Украина, второе место Австралия, третье место наших исполнителей занято. Масса комментариев уже в интернете. А что вы? Это вовсе не музыкальные конкурсы, политические сугубо. Хотя бы пару слов. Да никакой не конкурс. Я почему сказал, что нам с вами на следующий год можно ехать, потому что оформить это там всякими эффектами, взрывами, световыми там. И в бэк-вокалле пару, может быть, полураздетых там... Женщин. Девиц там и мы с вами двое с гитарами. Первое место нам с вами гарантировано. Поэтому весь этот вой и стон по поводу того, что там Украина победила, а Россия не победила, я думаю, что это ну от не знаю, от музыкальной некомпетентности, что ли, вот так бы хотел сказать. Потому что ну послушал я и то, и другое. ну извините, ну понятно на вкус и цвет. А если на вкус и цвет, так что мы обсуждаем? Ну почитал я высказывания некоторых музыкальных экспертов, я с ними полностью согласен. В основном звучат песни, которые забываешь на следующий день. Абсолютно. Вот поэтому чего мы... Если не в это же... Да, что сегодня политически там Джамала победила там, но это не тема как бы вот там депортации там тех или иных народов, там репрессии в отношении тех или иных народов. Не тема нашей передачи, да, ну победила, ну хорошо. Кто? Крымские татары эту песню будут петь? Вы слушали эту песню? Вы сами-то слушали эту песню? Вы к крымским татарам сейчас обращаетесь? Да, хоть к кому. Они не будут эту песню петь, потому что ее невозможно петь. Понимаете? Это вам не синенький скромный платочек, который там веками, так сказать, не забывается или или какая-то там, или 10-й десантный батальон. Совсем как бы другие песни. Это песни, это не родительский дом, который, ну поешь, когда слеза подкатывает, понимаете, вот совсем другие песни. Понятно, что политические, понятно, что почему Украине дали, я даже обсуждать это не хочу, потому что я не видел, что хоть какая-то песня там была более достойная, чем это. Они все в одном ряду. Ну и вот одному понравилось, другому нет. А то, что политические деятели начинают вмешиваться, особенно наши, и комментировать это, это говорит о том, что им нечего делать. Вот лучше бы бюджетом занимались, расширением налоговой базы и думали, значит, какие налоги правильно устанавливать, чтобы экономика развивалась. А они же это не понимают, вот если, и поэтому ну чтобы показаться, что надо сделать. Ну они хотят, вот видимо, тем самым ближе к народу, раз народ вот там это обсуждает, народ это интересует. А сколько процентов народа Евровидения, это несчастное, заматрело вообще. Ну о чем вы говорите? Я и то посмотрел, потому что, ну вот пошел этот стон, как бы, да, вот в России по поводу того, что там, вот победила Джамал, ну хорошо, ну дай посмотрю, что это такое. Да ничего, ну можно такое слово употребить, отстой там, условно говоря. Можно, оно не запрещено. Ну вот, ну слава богу. Ну точно так же все остальное, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и в том числе певица из Азербайджана, значит, все, и семнадцатая, и полный отстой. Хорошо, известно, у нас Владимир Васильевич руководит городом с марта 2007 года, вот за эти почти, что 10 лет вы часто видели, что наш глава очень любит наш город. Такой провокационный вопрос, конечно. для меня всегда эти вопросы провокационные, потому что я их лично знаю, этих людей, то есть я в нормальных отношениях с этими людьми. Но скажу, что с одной стороны, стану на его сторону. Скажу, что для меня тоже Киров сегодня центр России. Ведь воспринимать нужно не буквально, как бы человек говорит, да, вот если бы мы с вами жили бы, наверное, в Екатеринбурге, вы бы меня интервьюировали там, в Екатеринбурге, я бы вам сказал, что для меня центр России Екатеринбург. Вот из этого и складывается любовь к родине. То есть я люблю свой город, я его считаю центром вселенной, поэтому я люблю, в принципе, и всю Россию, потому что, ну извините, мы с вами не каждый день на Алтай ездим, или я не знаю, были ли вы на Южном Урале, и в Кунгурских пещерах, там еще где-то. Проезжал. Ну вот проезжал. К сожалению, проездом только. И уверен, что никакой любви к Кунгурским пещерам вы не испытываете. И на Уральские высокие горы, самые точка, вы не поднимались. Соответственно, тоже не испытываете. Но если вы были там на Кавказе и поднимались там на Эльбрус, или там даже на седло, как бы, да, вы уже влюбились. И может быть, в тот момент для вас центром было вот это место, когда вы поднялись, осмотрелись, увидели. Значимость момента. Ахнуло сердце, да. Ну поэтому я в этом смысле поддерживаю. Для меня тоже, и мы с ним в этом смысле единомышленники. Для меня тоже сегодня центром России является Киров. Я здесь живу, работаю, здесь мои друзья, знакомые, такие уважаемые люди, как Быков там, и так далее, и так далее. Но с другой стороны... Но с другой стороны, значит, это не тема политических дебатов. И вообще, вы знаете, мое отношение к дебатам и праймеры с Единой Россией. Вы высказывались уже. То есть мне как бы... Тема политических дебатов, и в том числе, когда я иногда слушаю то, что говорят те или иные, значит, ваши вот корреспонденты, или, как сказать, гости, то я понимаю, что сегодня идет политическая борьба, и очень часто они говорят несуразные вещи. И хорошо бы как-то вот один раз пытался подключиться, когда Андрей Лучинин начал говорить про то, что вот Единая Россия строит все и вся вокруг. Пытался как бы дозвониться, но как-то вот уж не получилось, потому что вот слушал-слушал, а потом задело уже, хотел сказать все, что думаю по поводу того, значит, что вот Единая Россия же делает. Давайте это... Хорошо, раз уж выборы обыватель проводит, давайте вешайте в уши как бы обывателю, да? Но когда это начинают вешать всем на уши, ну хорошо, мы сегодня говорим о том, что наша политика должна быть сбалансированной, региональной. Мы сегодня видим, что она не сбалансированная. Как ты говоришь, мы построили массу детских садов, а я хочу сказать... Это вы говорите об отчете о работе, да? Да, ну это же одного и того же порядка там быков, вот сейчас вы задали вопрос, или это одного же порядка как бы вопроса. А вы обеспечили возможность молодым папам этих детей зарабатывать достаточно денег для того, чтобы они не просто оплачивали этот детский садик, чтобы они могли своим детям нормальный отдых, нормальное медицинское обслуживание, нормальные занятия, нормальных репетитов, нормальные места могли как бы вводить раз в год хотя бы на, значит, теплое море людей. Вот о чем, когда, например, тут можно что угодно говорить, мы вам детские сады, там и так далее, и так далее, вот вы не голосуете за социальный бюджет, значит, вы против там строительства детских садов. Люди, которые не голосуют за ваш бюджет, бюджет, который Единая Россия все время из года в год утверждает, они голосуют за несбалансированность этого бюджета, они против детских садов. Я хочу, чтобы дети не только в детские сады шли, я хочу, чтобы в детских садах было правильное питание этих детей максимально качественное, чтобы там максимально их развивали, а то посмотрите, в некоторых детских садах это место пребывания ребенка. Периодически всплывают, да, эти неприглядные истории. Все, это место пребывания ребенка, а я хочу, чтобы это было местом развития ребенка. И это тоже политика Единой России тогда. То есть, когда я говорю, что сегодня бизнес в угнетенном состоянии на территории, то есть и экономика Кировской области на территории Кировской области, то это тоже политика Единой России. Поэтому аккуратно надо вешать такую лапшу на уши избирателей. Аккуратно, потому что все-таки... Аккуратно надо все-таки вешать. Ну, а это же политика, они все равно вешают, вешают эту лапшу и будут вешать. Все же хотят выиграть. Ну, не знаю. Каждый год мы говорим, кто там за Единую Россию. Ну, пойдут люди голосовать. Потому что другим-то они возможности не дают выдвигаться нормальным-то людям. То есть вот это вот лифты, когда нормальные люди, они могли бы вдруг выйти хотя бы на один срок. А то у нас вот люди из года в год третий срок, четвертый срок, еще ходят, еще и выступают, еще хотят. Если ты от всей души вложился в дело, у тебя нет больше сил. Тебе нужен отдых. Если ты правильно поработал пять лет во главе, то второй срок для тебя, это уже вред здоровью. Ну, каждый ведь человек волен сам выбирать. Вредить себе, не вредить. Вся проблема в том, что я редко вижу людей, которые здоровье кладут на то, чтобы на благо, редко вижу таких политиков. Они есть у нас? Ну, конечно, нельзя же сказать, что все подряд есть. И у нас есть такие. И я все время говорю, что очень часто получается, что по отдельности многие члены Единой России правильные, и правильные вещи говорят. А вот когда вместе соберутся и начинают голосовать фракциями, голосуют совсем не за то. И решения готовят, и принимают, и проекты не те, которые нужны. Понимаете? Я не уверен, что не будет, если вдруг большинство завоюют коммунисты, условно говоря, что не будет то же самое, что они не начнут делать то же самое. Но если бы вот эта вот сменяемость людей, она нормально была бы, и люди бы все больше и больше уделяли внимание все-таки не своим амбициями, и не оставлению себя в политике. Ведь сейчас многие посвящают оставлению себя в политике. Поэтому, когда вы говорите, что Владимир Васильевич участвует в праймерис, вот я бы не просто хотел бы, чтобы он участвовал в праймерис, я бы хотел понять, что он не успел сделать за два срока, что хочет на третий. Понимаете? И что он хочет делать в таком театральном органе, это мое сугубо личное мнение, как Государственная Дума. Потому что я, как человек, который видит, как развивается экономика и бизнес, очень редко вижу правильные законы, которые способствуют развитию страны. Вот, собственно говоря, если, не знаю, удовлетворил... Не хочу уезжать из города, но ведь работа в Госдуме все-таки предполагает скорее пребывание в столице. Это уже как бы мелкие придирки. Служебные апартаменты и так далее. Может быть, это тоже у него от души, потому что когда человек живет долго где-то... То есть я с этой точки зрения, смотрите, вот я все время делю как бы человека. У него здесь друзья, люди, товарищи, с которыми он встречается, бильярд играет, не знаю, но все равно же так или иначе. Ну, хочет он или не хочет. Ну, хотел бы я вот уехать. Ну, извините, это же такое... Это же такое рвание кореньев, если так можно сказать, как бы, или как это... Срваться с места и уехать куда-то. Я не знаю. Это такой психологический удар всегда человеку. Поэтому я его в этом смысле... Например, когда он скажет, что я не хочу уезжать, и мне хочется, люблю. Я с ним солидарен полностью. Вот что касается политических дел, и что касается хозяйственных дел в городе, то есть масса вопросов, в которых я с ним не согласен. Я могу или так, или иначе, или публично, или не публично. Ну и что? Я еще раз говорю, это не означает, что я не люблю там Владимира Васильевича, или плохо к нему отношусь. Нет, в определенных аспектах я к его работе плохо отношусь. Вот такое отношение у нас у всех должно быть друг к другу. Не кумовство, а если какой-то кум сделал неправильно, пришел, дал ему под затыльник и сказал, ты что делаешь-то, болван? Хороший выход. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Еще раз совсем небольшой, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Адиза Агаева, директора аудиторско-консультационной компании Business Inform. Еще есть много тем, хочется обсудить. В частности, вот о чем хочу вас спросить. Адиза Альич, на прошлой неделе была информация, что Минтруд предлагает ввести налог для официально неработающих граждан трудоспособного возраста. Правда, ведомство быстро заявило, что это не предложение, не законопроект, но все-таки как идея. Ну, что, вы хотите, чтобы я оценил эту идею? Ну, бред. Почему? Почему бред? Нужно быть последовательным. Значит, если у нас плановая экономика, и где-то не хватает трудовых ресурсов, и есть свободные в другом месте, и если они не работают для того, чтобы принудить их пойти, то что такое налог на тунеядцев или на тех, кто не работает? Это способ принуждения экономическими, значит, или такими не совсем экономическими методами к труду. Вот что такое налог. А что даст нам этот налог? То есть, почему я так говорю? Потому что этот налог что нам? Народу прибавит, который, значит, у нас... Официально зарегистрируется, официально пойдут работать? Что это даст-то? Ну, это опять сделает там какое-то количество людей в нашей стране и поставит вне правового поля. Да у нас таких людей уже выше крыши. Зачем еще один способ поставить людей вне российского правового поля? Я не понимаю. Или мы на эти деньги будем нанимать, значит, мы говорим, а вот ты не хочешь работать? Это как у нас, помните, откупись от армии, да? Говорили там вот. Или мы на эти деньги будем нанимать опять кого? Только кого? Если у нас сегодня ужесточается там миграционная политика там, да? Значит, если мы не хотим из Средней Азии выходцев, бывших наших соотечественников, если мы не хотим из Китая боимся, там китайцев боимся, что вот придет один китаец, потом еще много придет. Кого мы хотим, что к нам европейцы пойдут? Но если потопа не будет, как предсказывают, там если Европа тонуть не будет, конечно, европейцы к нам не придут. А если к нам придут европейцы с их мозгами, это ведь совсем другие мозги, понимаете? Это точно так же другие мозги, как другие мозги Средней Азии и другие мозги китайцев. Это совсем другие люди. Значит, наша страна в любом случае изменится. Не сразу, но да. В любом случае. Так или иначе. То есть, и что? Что мы хотим этим налогом? Пополнить бюджет? Ну, тогда так и говорите. Но я не знаю. Ну, хорошо. Ну, придет ко мне еще десяток человек. Ну, я уж как предприниматель скажу. Слушай, возьми меня на полставки. Я буду к тебе приезжать. Чисто для галочки. Пошло-поехало. Будут числиться. Я буду условную заработную плату. Тогда нужно массу других контрольных механизмов создавать. Смотреть, фиктивно ли. Плачу ли я ему заработную плату. Причем ниже минимального не должно быть. Уплачиваю ли с этого налоги. То есть, государство создает механизм, под который потом будет создавать множественный механизм контроля, под который будут принимать других людей. И у нас опять будет нехватка рабочей силы, потому что почти 30% скоро будут работать в государственных контролирующих, неконтролирующих разных органах. А в экономике в это время не хватает, значит, квалифицированных трудовых ресурсов. А так как людей нет, государство и не думает, чтобы повышать квалификацию людей для того, чтобы росла производительность труда. А раз не растет производительность труда, не повышается квалификация, ощущается нехватка рабочих рук. Ведь смотрите, нехватка рабочих рук – это оборотная сторона производительности труда и интересной работы. Понимаете? То есть, вот я когда говорю, мне все время хочется, чтобы кто-то вот так вот сбалансировано, стратегически смотрел на все эти вещи. Но нет сегодня у центральной власти, не стоит такой человек, который бы стратегически смотрел на развитие экономики страны. Вот это ответ на очередной вопрос, вернее, особое мнение по этому поводу. Давайте еще по общественной палате пройдемся. Хотя я понимаю, что мы раньше это уже делали, просто у нас ключевой момент наступает. 19 мая, в этот четверг, очередное пленарное заседание областного законсобрания, и в повестке дня там как раз-таки стоит вопрос о том, чтобы дать общественной палате право законодательной инициативы. Не нужно этого делать. Не нужно. Хотя по ощущениям, по уровню тех людей, которые поддержали это, что-то вот подсказывает, что проголосуют за. Окей. По примеру 18 уже общественной палаты региональной. Следующим я предлагаю, и более квалифицированным, я предлагаю мнение, особенно в экономических сферах, дать законодательную инициативу Вятской торгово-промышленной палате и Совету хозяйственных руководителей. И тут запросится еще, наверное, региональное отделение опоры России. Ну вот Андрей Вавилов, я тоже хотел спросить. Уже запросился Андрей Вавилов. Я не знаю, есть ли право законодательной инициативы у Шабардина, у полномоченного по правам ребенка, есть ли право законодательной инициативы у Панова, у полномоченного. В настоящее время нет. Нет. Плохо. Если будет у общественной палаты, почему? Не должно быть у них. Почему не должно быть у общества театрального, такой, значит... Журналистского. Журналистского. Сталилитейщики, уборщики и так далее. Да, то есть не должно быть у общественной палаты задача не создание новых законов. Не создание. А у общественной палаты совсем другая задача. Контроль общественный за тем, как исполняются законы, почему исполняются, не исполняются, значит, как живется людям, почему плохо живется, какие должны быть предложения, как правоохранительные органы себя ведут в обществе, почему так ведут, что сделать. Не должно быть, понимаете. Вот таким образом мы снова создаем нигилизм правовой в обществе. То есть, ну, теперь члены... При этом я должен вам сказать, что я, значит, по просьбе членов общественной палаты дал согласие быть экспертом общественной палаты, но по экономике. Это уже произошло? Это уже, да, я у них уже в списках там экспертов. Общественная палата, например, меня про это, как эксперта, не спрашивала, потому что они считают, что, видимо, значит, и без экспертов обойдутся. Вопрос заключался в том, когда, вот с моей, то есть мое видение, вопрос заключается в том, что общественная палата должна стать экспертом, к которому законодатели должны обращаться. А раз законодатели не обращаются, то общественная палата, естественно, возникает соблазн тоже стать, значит, законодателем. То есть тоже вот вводить, и так далее, и так далее. Но если людям нечего делать, пусть они этим занимаются. Вот похоже, что общественная палата не очень правильно понимает свою задачу и идет вот в эту сторону. Общественная палата, она должна быть всегда и всегда, и даже не чуточку, а сильно в конструктивной оппозиции действующей власти. А сейчас она будет сама этой властью. Но нам это надо. Законодательная инициатива — это часть власти. Нам надо, чтобы общественная палата была частью этой власти. Она и так уже стала частью этой власти. — Может быть, мы в результате все-таки получим какие-то более продуманные, взвешенные законопроекты. — Я таких экспериментов не хочу. Я уже устал от этих экспериментов. От этих бесцельных, пустых и безрезультативных экспериментов. — Если получат право за инициативу, у вас как у эксперта появится возможность быть причастным. — Что вы говорите? Там такие идут периодически, как бы, такие свои эти тайны парижского двора, да, что лучше, как бы, вот... Просто люди должны быть в общении с этой палатой, видимо, тоже уже другие. То есть, например, я не знаю, почему они в этом направлении. Они идти должны в другом направлении. В другом направлении. То есть меня, например, больше волнует, когда вдруг чуть ли не 90% населения оценивает по оценкам департамента здравоохранения, оценивает, значит, состояние здравоохранения очень даже положительно. — Вы имеете в виду наш регион? — Наш регион, конечно. — Общественная палата этот вопрос не интересует. Но, видимо, Курдюмова это и не может не интересовать. Раз департамент здравоохранения сказал, что, значит, все качества удовлетворены медициной, значит, Курдюмова не может, потому что он там есть определенная зависимость. То есть, есть масса таких ситуаций. Не нужно общественной палате и другим структурам законодательной инициативы. Нам нужен механизм, которого у нас нет, о котором я все время говорю. Нам нужен механизм взаимодействия общества с властью. У нас его нету. Я вот в Торгово-промышленной палате и в Совете хозяйственных руководителей очень часто об этом говорю. Мы тут вырабатываем предложения, мы их преподносим власти, депутатам и правительству. Они их кладут под сукно в сторону. Они их рассматривают как, ну, типа, ладно, выполнили галочку. Вот они должны были изучить. Вот они и положили в сторону. Понимаете? И у нас нету этого механизма принуждения власти серьезно рассматривать и серьезно отвечать на предложения общественных организаций, общественных отделений, общественных формирований. Вот и все. И если общественная палата видит, что право законодательной инициативы дает такую возможность, они глубоко ошибаются. По поводу Андрея Николаевича Вавилова, вы ему лично уже высказывали такую позицию, что ему тоже не надо бы законодательной инициативы. Или еще выскажите. Андрей Николаевич, вам не нужно право законодательной инициативы. Сказал. У нас остается буквально 3-4 минуты. Я хотел бы еще выслушать ваше мнение по поводу традиционного мероприятия, которое у нас весной проходит. Это форум предпринимательства на Вятке. Шестой раз он проходит. Вот уже скоро финал 26-го в день российского предпринимательства. На ваш взгляд, такие акции, мероприятия, они действительно положительно сказываются? на бизнесе. Вы ведь тоже участвуете, да? Я последние 2-3 года не сильно участвую, а в этом году вообще почти никак не участвую. Зачаровались? Или что? Ну, видимо, не вписывается моя позиция очень часто в позицию организаторов и интересантов. Да и мне уже самому это не очень интересно, потому что идеологию проведения этих форумов закладывал в том числе я. То есть первый форум предпринимательства на Вятке организовала Лига предпринимателей, когда я ее руководил. Вот именно смысл как раз заложен, да, был вами в том, чтобы и предприниматели, представители власти за одним столом... А теперь я скажу, какая концептуальная мысль была заложена. Ну, там кроме меня еще там, то есть в Лиге предпринимателей ведь есть известные люди, как бы, да, ну, были, по крайней мере, тогда, которые действительно конструктивные деловые предложения выдвигали. Я не знаю сейчас в каком состоянии Лига предпринимателей, меня это как бы сейчас не особо волнует. Но, смотрите, концептуальная идея основная, в чем заключалась? Что мы, проводя такой форум, заранее готовимся к нему среди предпринимательства, проводим определенные мероприятия, в результате которых узнаем актуальных две-три проблемы, с которыми выходим на форум, где с участием представителей центральных органов, власти областных, муниципальных, принимаем обязательное решение, почему обязательное, потому что после этого должны последовать ненормативно-правовые акты или нормативно-правовые акты, значит, органов власти, там, федеральных, региональных и муниципальных, которые будут способствовать разрешению этих проблем. И затем на следующий форум мы уже выходим с отчетом о том, что вот эти проблемы решены и выявлены еще две-три проблемы, которые и так последовательно... Конечный процесс. А на 100% решены? Они должны были как минимум быть на 70%. Андрей Леонидович Усенко последний раз говорил, по-моему, в нашем эфире, что 80% по итогам предыдущего 2015 года форума. Вот Андрею Леонидовичу нужно, видимо, да простит он меня, как бы показать эффективность своей работы, но я в реальности вижу, что не решаются серьезные проблемы, то есть мелкие проблемы можно какие-то решаются. Съездили, вот это вот ручное управление, съездили, договорились, решили. А масса системных проблем не решаются и решаются или решаются чрезвычайно медленно. Почему? Потому что постановки, во-первых, перестали ставить серьезные системные проблемы для разрешения, и, во-вторых, когда ставят такие проблемы, не ставят определенный срок. То есть я не говорю, что, например, за год надо какую-то серьезнейшую проблему решить, но можно было сказать, что вот, разбить ее на мелкие части и поэтапно. Значит, по проекту через три года эта проблема полностью будет разрешена. И вот этот неправильный методологический подход, он приводит к тому, что, ну, к тому состоянию, в котором сегодня находится бизнес на Вятке. Вот, можно, так сказать, оцените, спросите сами у предпринимателей, а не у Андрея Усенко, который является фактически, ну, функционером, скажем, от этого дела. Ваш коллега по Увятской торговой промышленной поэтапно? Ну, он вице-президент, сам бизнесом не занимается, он только, как бы, вот, ну, его задачи, как бы, провести, значит, и, поэтому всегда в таких случаях при всем уважении надо относиться к этим вещам, там, ну, немножко делить, немножко смотреть с другой точки зрения. То есть, это его точка зрения. Он говорит, вот 80% мы разрешаем. Я бы оценил наоборот коэффициент. То есть, я бы сказал, 20% разрешается, а 80% нет. К сожалению, истекает время особого мнения, и это особое мнение сегодня Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании Бизнес Информ. Всего хорошего. Спасибо. Всем хорошего дня. «Союз нерушимый» мы, да, в следующий раз. Увидимся, ну, через неделю. Через неделю, да. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM